Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Станислав Станишевский. Торговля в плюс на Мосбирже. Станислав, добрый день! Здравствуйте, Игорь! Добрый день всем! Как у вас торговля сегодня идет в плюс? Так, сейчас запущу демонстрацию экрана сразу. Да, давайте посмотрим, конечно. Так, видно, да? Ну, начнем с индекса РТС. Посмотрим часовой таймфрейм, то есть общий тренд пока восходящий по инструменту, то есть максимум у нас 96500. И еще вот образовался, был сильный уровень по 95, который мы пробили как раз 19 числа. То есть зеркальный уровень получился, очень хорошая проторговка снизу. Поэтому на данный момент я, в принципе, жду пробоя уровня и закрепления выше. То есть первый вариант развития событий. В таком случае цель будет в районе 96500. Затем можно уже будет при пробое 96500 ждать закрепления и, соответственно, рассматривать какие-то новые точки входа в лонг. То есть по шарты пока не рассматривают. Тут единственный уровень у нас есть в районе 93700. Сейчас мы еще переключимся на 5-минутный таймфрейм. То есть можно было бы выделить уровень 94200, но, во-первых, он недостаточно сильный, да и потенциал движения небольшой. То есть минимум пока в районе 93700. То есть, соответственно, при пробое и закреплении ниже я буду рассматривать точку входа шорт. И первая цель, соответственно, может быть в районе 92500. Так, теперь что касается Сбербанка. Так, начнем с дневного таймфрейма. Максимум у нас в районе 14250 примерно. Так, переключимся на часовик. То есть, в принципе, на данный момент сформировался такой неплохой ценовой диапазон. Поэтому при выходе либо за его границы, тут у нас уровень получается 14250, 14300 примерно. И при закреплении выше можно рассмотреть точку входа в лонг. Ну, естественно, это уже не на сегодняшней неделе, потому что откатились достаточно далеко и вряд ли уже пробьем. Внизу граница в районе 13970 примерно. То есть, тем более, рядом психологический уровень сильный 14000. Поэтому, опять же, при закреплении ниже можно рассмотреть точку входа в шорт. И первая цель у нас будет в районе 13800. Так, что касается «Газпрома», я отмечал уже уровень 13500. То есть, уровень также был удержан, возможно, набирал кто-то позицию. В принципе, неплохое такое движение случилось вверх. То есть, на данный момент уровень у нас сверху примерно 14395. То есть, опять же, при пробое и закреплении выше можно рассмотреть какие-то лонги. Но я бы отметил, как уровень пока на данном метле для меня недостаточно сильный. То есть, соответственно, если мы ищем интродейнную точку входа, он должен подтвердиться. То есть, проторговаться на 5-минутном темфрейме. Ну, пока наблюдаю тоже за этим инструментом. Доллар-рубль в последнее время не очень сильно рады. То есть, волатильность на инструменте упала. И, в принципе, снизу у нас уровень 63720. И здесь у нас такая зона. Это вот начинается от 64800 до 65. То есть, такой психологический уровень. В принципе, если закрепимся выше, то можно будет кинуть точки входа уже в лонг искать внутри дня. Но это, скорее всего, тоже уже на следующей неделе. То есть, можно говорить уже о каком-то тогда восходящем движении. Ну, а пока тоже по инструменту вне позиции. Что касается нефти. Единственное, у нас сильный уровень. То есть, общее движение все равно пока нисходящее. 46. То есть, вырисовывали сначала такой неплохой треугольник. То есть, в принципе, если будем также консолидироваться вблизи уровня и пробьем 46, то можно открывать короткие позиции. И первая цель может быть достаточно неплохая. То есть, в район, ну, даже интродэ в любом случае в район 45. Это первый психологический уровень. А потом, соответственно, ниже можно тянуть. Лонгов, опять же, никаких пока не рассматривали. То есть, сильных уровней вверху нет. Что касается евро-доллара, тут, в принципе, ситуация не сильно интересная. Тем более, кстати, сейчас еще будет ключевая ставка и выступление Мария Драги. Поэтому волатильности может, конечно, добавиться на инструменте. Вот. Пока нижний уровень, то есть, сильный уровень у нас в районе 1.100. Соответственно, при пробое и закреплении ниже можно рассмотреть открытие коротких позиций. Теперь, что касается золота. У нас был еще уровень, то есть, в принципе, который ждал 1.346. То есть, 12-го числа у нас случился пробой на хороших объемах. И, в принципе, неплохое закрепление, удержание. То есть, в тот момент у меня как раз была шартовая позиция открыта по инструменту. На данный момент ситуация для меня не сильно понятна. То есть, каких-то сильных уровней вблизи я не вижу. То есть, возможно, если подтвердится уровень 1.387, то есть, была неплохая проторговка. Если закрепимся выше этого уровня, может, буду пока рассматривать лонги. То есть, шарты пока по инструменту не рассматриваю. Так, что касается акций, я бы отметил, во-первых, акцию Северсталь. Вообще, по акциям ситуация поинтереснее. То есть, в течение недели были неплохие тренды. То есть, акция у нас уже растет, получается, 9-й день. И поэтому, в принципе, я сегодня как раз пытался найти точку входа именно на шорт. То есть, когда у меня из формации бумага показывает определенный рост длительный, я ищу уровень, соответственно, чтобы выполнить контртрендовую сделку. Ну, пока сделка совершена не была. То есть, в принципе, лонговать бумагу я бы уже пока точно не стал. Достаточно длительный рост. И, возможно, было бы открывать шарты от 742. То есть, в принципе, ну, на данный момент уже, скорее всего, поздно. То есть, если, возможно, случится какой-то откат и подтверждение, я, опять же, рассмотрю открытие короткой позиции. Вот. По НЛМК. По НЛМК, опять же, длительный рост инструмент показывает. И нарисовали такой неплохой диапазон. То есть, у нас снизу сильный уровень 92,3. Кстати, вот подходим к нему. И, в принципе, если закрепимся ниже, то есть, вполне возможно уже фиксация длинных позиций. То есть, возможно, даже цель будет в районе 95. То есть, можем неплохо сходить. Слежу за данным инструментом. Если, опять же, сценарий не оправдается, то есть, выйдем по стопу, да, закрепимся выше 92,5, можно будет рассмотреть открытие длинных позиций. Первая цель будет в районе у нас 94,5. Ну, соответственно, потом при закреплении выше, если этот уровень подтвердится, уже можно, опять же, рассматривать лонговые позиции. Так, еще один инструмент Мосбиржа. Неплохое движение, я вчера показывал. То есть, по нему, опять же, сформировалась четкая граница сверху. То есть, 120, в принципе, при закреплении выше, которое можно было искать лонги. Ну, и на данный момент он остается. То есть, возможно, на следующей неделе, если мы подойдем и закрепимся выше данного уровня, то есть, можно открывать какие-то длинные позиции. И также снизу у нас был уровень. Так, сейчас на 5-минутном подкорректируем. То есть, вот он в районе 117,3 примерно. И вчера как раз случился неплохой пробой. То есть, закрепление ниже, и можно было как раз рассматривать точки входа в шорт. Вот. Ну, на данный момент пока ситуация не сильно понятна. То есть, последим за данным инструментом. Может, за какие-то уровни. Либо вернется в диапазон, либо за максимум идет. Ну, естественно, уже на следующей неделе. То есть, пока на данный момент у меня каких-то открытых позиций нет. Так, ну все. На этом. Понятно. Поняли вас, Станислав? Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы Станиславу. А у меня вопрос. Только что выступал Владимир Шарапов у нас из Липецка. И он допускал возможность роста НЛМК до аж до 110. Это поскольку он там работал, знает всех, инсайт, и говорит, что там дела отличные, растет. Вот на ваш взгляд, 110 НЛМК вообще, в принципе, возможно из той картинки, которую вы сейчас наблюдаете. Так, ну сейчас посмотрим. В любом случае у нас, я работаю как бы технического анализа, у нас максимумы 94,3. Это действительно очень сильный уровень, и в принципе, если мы, соответственно, закрепимся выше, то есть я как раз и отмечал этот уровень, то вполне вероятен неплохой рост. То есть даже до той цели. Но у меня цель ниже, то есть поэтому, ну вполне может, то есть краткосрочно можно открывать будут какие-то позиции длинные. То есть вы вполне допускаете вероятность таких? Да, вполне возможно, то есть уровень достаточно сильный, если ту зону пройдем, и, соответственно, будет сигнал на вход, опять же, с минимальным риском, то вполне вероятно. Хорошо, хорошо. Спасибо. Элиот спрашивает, Сургут, нефтегаз, приефы, расскажите, пожалуйста, что вы видите в них? Так, сейчас давайте запущу тоже демонстрацию. Да, конечно. Так, Сургут, нефтегаз, ну, кстати, вот неплохое сейчас движение началось, посмотрим часовой таймфрейм, опять же. Тут, конечно, был очень сильный гэп, и я вообще по Сургут, нефтегазу, опять же, шортил, то есть у меня было пару точек входа именно в шорт. Движение очень сильное получилось. Так, на данный момент единственный уровень, который я бы отметил на часовике, это 34, то есть нужно какого-то хорошего закрепления выше ждать. Движение пока сильно нисходящее, поэтому вполне вероятно, что оно продолжится, если даже на дневке посмотреть, в принципе, у нас вблизи есть, опять же, сильный уровень. Кстати, вот мы от него отскочили, то есть 32, поэтому тут шорты бы я рассматривал при пробое, соответственно, 32,3 и закрепление, то есть тогда можем очень неплохо упасть в район, соответственно, даже 28. А при закреплении выше, то есть 33,9 примерно, уже можно тогда будет рассмотреть, открыть каких-то длинных позиций. То есть, ну, это не на этой неделе, скорее всего, уже на следующей произойдет. Понятно. Поняли вас, спасибо большое. Владимир Шараклов пишет, я Саргут планирую покупать от 29 среднесрочно. Можно было рассмотреть, но я вообще думаю, что если даже среднесрочно покупать, нужно было его ниже пробовать брать от 32,3 примерно. То есть сейчас, в принципе, уже достаточно сильно откатились. Если откатимся вниз, можно будет даже среднесрочные покупки какие-то рассмотреть. Ну, я вот среднесрочно не торгую, поэтому вот у меня взгляд такой. То есть я торгую только интродэй и краткосрочные такие сделки, поэтому я пока вход не выполнял по данному инструменту. Понятно. Спасибо, Станислав. У меня к вам вопрос. Как у вас идет июль? По обороту, по числу сделок, как раньше или все-таки помедленнее лето скатывается? Меньше по числу сделок. То есть на рынке фьючерсов сделок как бы вообще достаточно немного. На рынке акций их побольше. То есть есть достаточно неплохие трендовые инструменты, поэтому, в принципе, бывают в некоторые дни там по 2-3 сделки на акциях. А вот на фьючерсах там и по 3-4 дня без сделок сидел. Ну, в целом пока более-менее на акциях доходность повыше, чем на фьючерсах получается. Ясненько. Понял вас, Станислав. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Удачи на рынке. Спасибо. До свидания. До свидания.